что в ритуале продаются подделки история про мою жадность и тупость всасывают оттуда жидкости, парфюмы вкачивают туда какую-то чачу и в общем-то потом продают просто я неграмотный человек в парфюмерию это подарок судьбы и я просто начала сравнивать флаконы поняла, что отчеты они разные какие-то и это история, которая очень плохо пахнет всем большой привет я рада видеть вас на своем канале и сегодня парфюмерное видео ну такое, парфюмерно-разговорное я хочу ввести рубрику мои парфюмерные истории мои парфюмерные истории да хав, тебе не нравится рубрика что ли? что ты? хорошее название что не так? все так я считаю, что все так да так вот да чего? рубрика мои парфюмерные истории и как бы псу не нравилось это название оно будет таким и все потому что мне оно нравится в общем я бы хотела поговорить рассказать какие-то истории которые так или иначе связаны с парфюмами с ароматами с каким-то опытом который связан с покупкой ноской и так далее в общем какие-то такие истории поделиться ими с вами я надеюсь, что вам будет интересно просто такое болтательное видео надеюсь, оно вас развлечет оставайтесь со мной и смотрите дальше наливайте чай, кофе смузи, сок, водичку в общем, все, что нравится и давайте поговорим и так и в этом пробном, пилотном собака в этом выпуске значит я бы хотела рассказать вам историю точнее даже такую пачку историй которые связаны с моим ну в общем-то первым парфюмом в котором я пользовалась много лет и это было мое парфюмерное я, можно сказать ну как сказать можно ли считать аромат парфюмерным я если это вообще единственный аромат у тебя не знаю ну допустим можно я так решила и пусть так и будет я в общем-то хочу поделиться этой историей из времен моего студенчества и тогда я еще не знала что парфюмер что такое что парфюмерия это в общем-то сложный разнообразный мир где есть много теорий даже не знаю как сказать теорий практики теоретической информации которую нужно усваивать в общем-то что парфюмы они делятся мы условно говорим не только на мужские и женские и не только своими флакончиками отличаются и рекламой но и вообще как бы они довольно разные и у них есть разные характеры разные ну про окей про разные там обстоятельства да в которых их можно носить я знала там вечерний например и дневной но про то что какие-то ароматы лучше звучат зимой какие-то лучше звучат летом там я не знаю сходно-горячая кожа разные вещи такие разные характеры ароматы для блондинок брюнеток рыжих бесстыжих оранжевых фиолетовых серо-буро-козявчатых каких только угодно и так далее и разные разные деления разные разные характеры разные настроения я это все не знала я думала что вот есть какой-то аромат и этот аромат они все приятные естественно иначе какой смысл в них я тогда не знала промешиваю парфюмерию какая-то фигня на башке а вот что она не обидно должна быть приятной ну как бы как она приятная но когда у тебя уже развит вот этот вкус и в общем-то я помню как будущий наверное курсе на втором университете может быть на третьем я тогда получила начала получать очень хорошую большую стипендию и ну там я много тратила конечно себе эти деньги каких ну вот и я решила что мне нужны какие-то хорошие красивые духи и в общем-то я не могу сказать что у меня вообще были какие-то ароматы до этого я просто не помню то есть может быть и было что-то но я действительно просто этого не помню то есть не в школе ничего то есть знаете я помню что в школе были популярны значит каталоги Avon и тогда были популярны всякие парфюмированные спреи для тела вот ну вот возможно что-то такое не было а какого-то серьезного парфюма у меня никогда не было вот я решила его купить и значит я помню что я увидела рекламу какого-то аромата от Hugo Boss и там была и не помню какая-то блондинка возможно Kate Moss но я не знаю это не так важно меня зацепило то что в рекламе этого аромата значит синглом была песня Beatles Baby you can drive my car и я люблю Beatles ну как наверное это не самый мой любимый boys band на свете но я люблю музыку 60-х 70-х и вот меня как-то очень эта реклама покорила мне казалось что это такой аромат для какой-то очень раскованной такой неформальной девчонки вот а я такая тоже считала себя какой-то такой раскованный и свободный вот и я значит решила что я его куплю взяла подружек своих одну из них вы уже видели на моем канале это Гуля она была в прошлых слепых затестах парфюмерии причем в последнем видео она была в главной роли вот так что приходите я думаю интересно это видео вообще-то ну по крайней мере мне так кажется а вот другая подруга мы с ней тоже общаемся до сих пор хорошо ну пёс ну ну я записываю видео пёса я же с тобой я никуда не ухожу я весь день с тобой малыш отдыхай ты покушала поиграла погуляла тёта тёта мой сладкий тёта ты кушать хочешь ещё кушать тебе курочку будешь положить тебе будешь курочку кушать хочешь давай пойдутся дам покушать сейчас в общем-то я пошла со своими подружайками в Литуаль насколько я помню который находился в торговом центре рядом с моей с нашей одногруппницей были с нашим университетом и значит вот вторая моя подружка она сейчас живёт в другом городе она тогда среди нас считалась главным экспертом по парфюмерии вот и она начала водить по полкам да как бы водить по полкам ну ладно вот я её подвела к этому Хьюго Босс я не помню как назывался этот аромат да это уже не важно он на самом деле был довольно простенький вот и она значит мне тогда говорит что ну ты чё это что разве твой парфюм это какой-то слишком простой для тебя тебе нам что-то другое и она там походила походила что-то понюхала и показала мне фэнди фэнди и говорит вот это вот как раз тебе подходит это вот твой характер и так далее я тогда подумала ну да классный красивый очень приятный ну в принципе мне тогда казалось что почти все ароматы неприятного они приятные объективно все просто я кстати могу сказать что есть ну хотя нет сейчас я могу сказать но вот на тот момент я не могла бы сказать что есть что-то что мне прям сильно в чем-то в каких-то ароматах какая-то нота прям отталкивает вот и я в общем-то купила фэнди фэнди классический флагманский аромат причем за такую цену то есть мне кажется даже по сегодняшним меркам это довольно приличная цена я бы за такую если честно аромат в 30 мл бы не стала наверное покупать хотя смотря какой вот то есть за 3700 и в принципе я где-то за 3700 и покупала все время флакончики то есть они у меня заканчивались я покупала новые либо выкидывала старые либо ставила их в шкаф в открытом виде чтобы они как-то остатки аромата флакона как-то ароматизировали шкаф вот кажется костик здесь не к месту что так лучше так вот и в общем-то это долгие годы был мой любимый аромат ну как любимый единственный аромат который у меня был вот затем в очередной раз я пошла за своим ароматом и случайно так как я вообще ничего не понимала я случайно купила другой аромат практически идентичный ну как бы легко их перепутать вот это тоже фанди-фэнди но уже версии экстрим то есть это флангер и в принципе если честно он даже казался более классным потому что если этот классический в нем есть то есть в принципе его вроде бы насколько я помню описывают как кожаный аромат но для меня вот сейчас я как его описала что что в нем есть какая-то фужеристость то есть это какой-то кожаный фужер вот здесь есть цитрус цитрусы здесь есть какая-то лаванда древесные ноты но при этом это все на коже на коже на такой подложке и это очень красиво но вот этот он как-то звучит поблагороднее что ли он в нем больше мягкой такой обволакивающей теплой ванили кожу в нем заменили на замш вместе замши пришло больше пудровисти больше округлости как будто бы стало меньше цитрусов на те что остались они из колких цитрусов стали какими-то мягкими слегка придающими такой налет свежести этому довольно-таки тяжелому кстати аромату но в целом не выбивающимся сей композиции то есть это очень благородный аромат и в принципе я считаю что вот это был бы достойный конкурент Либер от Ивсен Лоран если бы он выпускался до сих пор очень жалко что он был снят вообще вся линейка Фанди была снята к сожалению и в принципе кстати даже есть какая-то в них общая либо стилистика такая то есть это сочетание черного и золотого в оформлении это такая игра с логотипом как элементом дизайна и в принципе игра с геометричными формами лаконичными то есть вот как бы у них они создают для меня примерно одно и то же направление в принципе если не описывать по каким-то отдельным парфюмерным аккордам и нотам я бы описала вот эти оба аромата по настроению по какой-то образности которую они рождают да по тем образом который они создают примерно так же как и либер вот может быть либер чуть по по нет надо свет конечно поубарить очень уж он яркий может быть либер чуть чуть более яркий за счет большего количества лаванды я не знаю если здесь лаванда или нет у меня какое-то видимо происходит замещение потому что я в нем ее чувствую видимо потому что у меня происходит вот это вот наложение схожего направления ароматов либер и фанди фэнди возможно здесь вообще нет никакой лаванды вот но это не важно сейчас все равно его уже не купить вот и не будучи грамотной значит в вопросах ароматов тогда на тот момент я купила вот случайно версию экстрим у меня я вообще сначала даже не поняла а что изменилось вот и я просто что-то как-то начала сравнивать флаконы поняла что что-то они разные какие-то и поняла что здесь подписи немножко отличаются но да ладно они в принципе не сильно отличаются чтобы их прям как-то вот возможно раскрытие в базе если у вас кожа очень красиво раскрывает базу да верхние ноты быстро слетают то вы как бы эту разницу почувствуете я ее почувствовала мне даже эта версия понравилась больше и в общем-то я ее так и покупала дальше и носила и вот здесь это еще не начало истории ну как это предыстория экспозиция как-то раз у меня естественно закончился флакон я покупала их по 30 миллилитров себя была бы поумнее немножко я бы покупала и взяла бы сразу сотку и так как я пользовалась этим ароматом утром днем вечером ну в смысле я его не наносила по 30 раз на дню естественно один раз с утра и все но как наносила так и наносила в общем-то и на одно запястье и на другое и сюда и сюда и еще пшикнуть в воздух и в это облачко зайти и потрясти башкой чтобы все там распределилось и вот кстати почему-то у меня какой-то нормальной парфюмерной грамотности не было но вот насчет потрясти башкой в облачко я об этом очень хорошо знала я не знаю с чем это связано но это и не важно значит история не про это история про то как я история про мою жадность и тупость тупость точнее не грамотность вот так-то я не тупой человек я надеюсь я пошла в очередной раз в Леттуаль за новым флакончиком и увидела что стоит он мой аромат на полке и стоит он за вроде бы 75 мл или даже 100 не 3 700 а 2 300 что ли 2 700 ну в общем на порядок дешевле и я подумала о боже это подарок судьбы это восхитительно это шикарно это роскошно это прекрасно я просто недолго думая взяла его пошла платила купила рада безумно и так далее пришла домой открываю значит вот так вот брызгаю его воздух нюхаю и что-то не то какая-то хрень ну вообще кстати на самом деле сейчас я понимаю что это не хрень это просто другой другое направление было вот я тогда подумала что это подделка ну естественно потому что что у нас приходит первое в голову что в Литуале продаются подделки и мне попалась подделка поэтому-то она и стоила так дешево конечно же нельзя быть такой жадной скрягой скупой платит дважды вот ну и сама ты дура нарвалась на подделку несколько раз я брала с собой этот флакон прямо в коробке и в пакете в котором я его собрала из магазина и с чеком и даже слюду сохранила все я все в универ с собой его таскала этот пакет значит и думала вот я зайду после пар в универ ой какой универ второй центр все я устала и значит просто устрою скандал скажу что это такое почему вы мне продали подделку что это такое что за бред верните мне мои деньги я очень сильно расстроилась потому что в принципе моя стипендия на тот момент мне позволяла пойти купить вот еще один такой флакон и да даже на самом деле сотку пофиг уж один раз бы купила сотку и мне бы хватило очень намного вот и чтобы было бы выгоднее намного в пересчете за миллилитр но я забыла что хотела сказать что я хотела сказать так вот значит ну пойти и устроить разборки в летуале мне мешало то что я очень 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 сильно на сто процентов полностью категорически просто однозначный интроверт и вместо того чтобы пойти повзаимодействовать с какими-то людьми я пойду лучше погуглю информацию сто тысяч раз все погуглю я лучше неделю буду сидеть искать инфу какую-то там что-то где-то узнавать и так далее сама с собой наедине совершенно спокойно чем пойду и 15 минут потрачу на то чтобы поговорить с продавцом консультантом просто узнать о чем произошло вот естественно первое что я узнала из интернета это про подделки в Литуале но как-то я подумала мне же и так эта мысль в голову пришла ну что-то новое поискать вот затем здравствуйте вы ко мне пришли наложитесь на диванчик идем прыгай ну-ка булочка нет прыгай сюда прыгай ава прыгай на кровать прыгай сюда нет все я не буду на тебя отвлекаться я не буду тебя отвлекаться хочешь со мной сидеть тут ну идем сюда давай идем все я тебя люблю но играть я не буду я знаю что ты покушал и хочешь играться но я тебе не буду с тобой играть все отдыхайте вы нагулялись нагулялись собака что у тебя ушки какие-то красненькие вот так вот значит мои поиски в интернете того времени увенчались в принципе успехом и я поняла что просто я немножечко лошара не подумала своей тыковкой и просто хапнула вместо Eau de Parfum Eau de Tualet версию то есть потом уже я посмотрела на упаковку и посмотрела на коробочку на которой она такая желто-оранжевая и значит на ней были такие ленточки нарисованы отпечатаны и на версии экстрим они были черные на оригинальной версии их вообще не было а на версии Eau de Tualet они были белые и если мы посмотрим на версию экстрим то здесь значит такая как бы я не знаю как с чем сравнить наверное с ювелирными украшениями с эмалью да то есть вот есть какое-то такое ощущение что вот это металл и вот здесь эта черная часть она пластиковая но создается впечатление что это как бы вот такая эмаль по крайней мере у меня создается такое ощущение что это вот такое ювелирное украшение с эмалью черной на том флаконе вот эта черная часть была белой и до меня дошло что просто я неграмотный человек в парфюмере в принципе слабо себе представляю этот мир и слабо соображаю в том что там происходит вот и естественно никакой у меня нет там поделки а мне было поначалу очень обидно ну потому что дело даже не в том что вот я вспомнила на чем я остановилась 5 минут назад дело даже не в том что как бы я потратила деньги на поделку и так далее тому подобное что я могла себе пойти и купить другой флакон всегда обидно чувствовать себя обманутой ну всегда обидно чувствовать себя дураком которого обманули развели это очень неприятное чувство и думаю что никто с этим спорить не будет и мне было очень до безумия обидно когда я думала что я просто купила подделку вот ну нет просто я немножечко была неграмотная и купила не ту концентрацию мало того я в общем-то не не понимала что то есть я все равно была разочарована в общем той своей покупкой потому что я думала если это туалетная вода то она должна пахнуть так же она должна пахнуть так же но вроде бы как просто не так сильно да не так интенсивно но нет позже уже естественно со временем я поняла что со временем я поняла что в общем-то разные концентрации это не просто количество условно говоря душистого вещества на спирт да там больше меньше спирта нет это разные композиции парфюмерные то есть в туалетной воде больше каких-то летучих компонентов да больше нот таких звонких ярких колких в парфюмерных в парфюмерной воде их меньше больше сердца базы в духах еще больше базы она более мягкая была но не важно в общем-то история которая меня сподвигла стать чуть-чуть более грамотным человеком в парфюмерном мире и понять что нет каких-то сфер жизни и деятельности человека которым стоило бы относиться как-то легкомысленно вроде бы как ну да парфюмерия это просто про то чтобы как-то приятненько пахнуть да что там такого может быть серьезного но нет в общем-то любая сфера жизни особенно в современном мире где ну мы знаем да что мы все карлики которые стоят на плечах гигантов и так далее по тексту в общем-то в каждой сфере то что мы имеем сейчас это результат долгих лет иногда столетий а иногда тысячелетий вложенного человеческого опыта труда творчества и научных открытий и поэтому нет такой сферы в жизни в обществе в культуре в которой стоило бы относиться к чему-то несерьезному и легкомысленно все важно везде нужно повышать градус своей осведомленности экспертности градус своей грамотности вот ну и вторая история тоже связанная с моими вот этими ароматными я которые были единственными в моей студенческой жизни и связана она эта история тоже с мифом о подделках в литуале был у меня на тот момент когда в общем-то я как раз пользовалась этими ароматами парень молодой человек и у него был одногруппник или может быть однокурсник однопоточник пупочник пупочник однопоточник вот и называли этого однопоточника однокурсника Юра и была у Юры может и сейчас есть я не знаю такая коммерческая жилка и знаете вот есть люди у которых от природы вот эта вот коммерческая жилка очень сильна вот у них талант прям везде уметь сделать бизнес какой-то пускай даже мелкий но сделать его везде всегда ну то есть в любой сфере им вообще плевать и вот иногда еще ко всему этому добавляется такой фактор что это значит поставлю сюда что это коммерческая значит жилка она перебивает все остальные вот эти вот морфемы все остальные человеческие качества и внутренние императивы которые управляют так или иначе нашей деятельностью нашим выбором жизненным мелким большим неважно то есть которые направляют человека в той или иной ситуации в сторону того или иного как бы морального что ли выбора вот для таких людей как будто нет этого нравственного закон этого категорического императива внутри меня звездного неба надо мной и так далее то есть Кант им не знаком даже без знакомства с его текстами то есть у них вот ну нет это у них вот коммерческая жилка это классно я таким людям очень сильно завидую потому что я человек который никогда в своей жизни не мог заработать денег просто никогда просто я просто всегда нищеброд но это в принципе не важно ну то есть как бы вот нету нету меня этого коммерческого чутья я не могу делать деньги я пыталась но я просто не могу ну все мы люди разные в этом и всегда плюс разнообразие да как бы это то что в общем-то любое разнообразие это основа для выживания человека и не только человека а вообще природы планеты нашей даже так вот можно сказать и вот этот Юра он со своими какими-то дружбанами замутил такой бизнес то есть он говорил что у него есть какой-то друг который работает в ритуале и он этот друг Юры он значит инфа просто сотка мамой клянусь барыжи ну как барыж то есть они якобы после работы там в какую-то ночную смену уже когда все ушли сидит со своими какими-то еще ушами приятелями работниками ритуале якобы и они значит берут оригинальные флаконы отсасывают оттуда жидкости парфюмы вкачивают туда какую-то чачу и в общем-то потом продают в ритуале вот эту вот в оригинальных якобы флаконах вот какие-то подделки еще что-то там дешевое там чуть ли не там стеклоочистители какой-то ужас а значит вот эту вот оригинальную жидкость они продают специально для своих знакомых только для вас по невысокой цене потому что вот мы такие хорошие и в общем-то парень реально как бы поверил вот в эту чушь я тогда как-то отказывалась в это верить ну просто потому что у меня хоть я и немножечко была не очень грамотная на тот момент в парфюмерии персона но все-таки это критическое мышление у меня было практически всегда спасибо за все всем вечно оскар ну в общем то есть как бы тыковка у меня соображала и я в принципе люблю всегда то есть у меня есть аналитика не знаю что аналитическое мышление оно никогда его нельзя пропить его нельзя проесть его нельзя пролежать на диване то есть оно никуда не денется если оно у вас есть если у вас есть этот навык если оно у вас на автоматизме я просто думала как бы как бы меня не уговаривали уговаривали меня что-то у них купить реально где-то целый год наверное вот мамы клянусь ты что там отдаешь свои тысячи рублей за какую-то фигню вот я тебе просто гарант даю у нас лучше всего ты покупаешь подделки и так далее и тому подобное я просто все это время думала ну во-первых а почему дорогой друг Юры тебя еще не уволили за это потому что ну реально вот вы представьте да как бы если это работник какого-то литуале то это работник конкретного магазина и просто процент возвратов подделок в этот один конкретный магазин был бы очень высок и ну довольно быстро бы его отследили его довольно быстро бы вычислили в общем-то давно бы уволили но почему-то этого друга работника ритуаля не уволили за год с лишним затем если это таким образом происходит то допустим я могу представить как можно отсосать жидкость звучит ужасно отсосать эту жидкость но как можно туда залить какую-то другую где они в общем-то берут тогда эту другую жидкость которую они заливают во флаконы и ставят обратно на полки то есть они где-то закупают поддельные ароматы а что тогда мешает не заниматься всей этой а как бы галиматьей этой и просто продавать вот сразу поддельные ароматы зачем им вот эта всяка метель еще с такими рисками большими вот и этот вопрос меня как бы не оставлял естественно почему-то никто не хотел слушать вообще людям очень нравится этот миф про подделки я думаю что какая-то история которая связана с ошибками мышления нашими то есть мозгу во-первых всегда мозг рассчитан на то чтобы экономить энергию ему не нравится работать никакому мозгу никакому организму не нравится работать любой организм он нацелен на то чтобы энергию экономить а думать это самый энергозатратный процесс в организме это очень тяжело серьезно ребята да можно говорить про то что шахтеры это очень сложный труд очень тяжелый это действительно так это труд с высокими рисками для здоровья но по энергозатратности интеллектуальная работа она в топе потому что мозг потребляет больше всего энергии и второе еще такая вот одна ошибка мышления то что людям нравится чувствовать себя некими инсайдерами знать какую-то инсайдерскую информацию знать больше других больше то есть все они в курсе а я в курсе и вот это очень приятное чувство для каждого человека чувствовать себя как бы в курсе того чего в курсе того чего не знают другие поэтому мне кажется этот миф так живуч хотя я думаю что вы понимаете что это бред собачий но неважно и далее как бы еще один момент который меня очень сильно смущал это этический нравственный такой нравственная сторона всей этой истории почему в общем-то даже если мы предположим что это телега с откачиванием жидкости и перепродажей их откуда-то из-под полу и через группу вконтакте правда так а с какой стати я должна нести свои деньги каким-то козлам которые дважды обманывают людей то есть они обманывают сеть торговую магазин которые значит нарабатывают себе репутацию чтобы иметь возможность сотрудничать с брендами и привозить их потому что это очень сложно так они еще и обманывают покупателей потому что они подсовывают им подделки да можно сколько угодно махать флагом того что мы на самом деле продаем оригиналы алитуаль подделки но так по большому счету вы продаете подделки просто руками как бы другого продавца руками литуаля или там если это про ревгош там не знаю руками в общем-то магазина откуда вы воруете вы воры и мошенники почему я должна нести вам деньги ну просто с какой стати я не собираюсь поддерживать этот ужасный отвратительный бизнес и в общем-то это меня ну на сто процентов без сомнений отвращало от того чтобы купить у них что-то пускай даже за 400 рублей такой флакон типа объем в другом флаконе это было 30 миллилитров у них стоило там 400 или 600 рублей то есть мне я бы даже эти деньги я не стала их в массе своей и значит процент мне подарили какой-то пробник от ливан там был миллилитров пять тоже вот фанди фэнди по моему версии экстрим а и эта история которая очень плохо пахнет и пахнет она плохо во всех смыслах и в прямом и в переносном то есть этот аромат эта подделка она пахла настолько омерзительно она пахла настолько ужасно да в начале первые минуты пять она была очень 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 сильно похожа на экстрим и я даже как-то начала сомневаться то есть ну да вообще-то действительно но вы никогда не спутаете оригинал с подделкой да то есть если это какая-то реплика если это какой-то клон вариация на тему вы все равно если вы знаете оригинал да вы все равно реплику вариацию на тему отличите от того аромата которым он был вдохновлен а уж подделку то вы точно отличите все равно это невозможно сплести на 100% тем более за такую низкую цену особенно как тогда тогда это был год 2015 где-то и в общем-то это было вообще просто омерзительно если сейчас еще можно найти что-то более неудобоваримое из подделок то есть у меня на одной из прошлых работ была коллега которая вот верила во всю эту чушь с тем что все льет из одного котла и шанель и шайк и кайф это все из одного котла льют и вы просто переплачиваете вы тупые а я самая умная я не переплачиваю за бренд и так далее подобное при этом она принесла точную подделку во флаконе под байреда и думала что это реальный байреда но я тогда думала а что ты тогда купила ты что дура сори нет сори ну типа зачем ты тогда купила она выдавала эту подделку за оригинальный байреда который она купила за 2500 что противоряющего в общем-то ее вот этой философии про то что значит все льют из одного котла зачем покупать оригиналы когда на самом деле вот по лицензии вам вот то же самое делают там уже в каких-то ночные смены и продают 7 раз 8-10 дешевле вот и она приходила и вот этим вот всем плевалась и у всех просто болела голова и она болела не за того что она в каких-то овердозах поливалась своими подделками а просто потому что их было очень тяжело выносить это было просто очень плохо и некачественно это было просто ужасно но вот даже это а это история она была где-то года два назад даже это ни в какое сравнение не стоит с тем ужасным тошнотворным ароматом который я чувствовала из вот этой вот подделки которую мне подарили якобы настоящий фанди 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 нужно сказать что этот аромат а я им пользовалась от силы раз пять наверное да я не такой человек что это микрофон на носке да я не такой человек который в общем-то сразу для себя ставит крест на всем и все нет я даже слушать не буду ну как бы да подарили или нет что бы и не попробовать я же не принесла этим людям свои деньги они мне просто как бы вот сделали такой подарок лишние пять миллилитров не лишние попробую попользуюсь я же не потеряю корову не проиграю из-за этого и это была фатальная моя ошибка лучше бы я конечно мыслила немножко по-другому потому что я им попользовалась раз пять но он настолько был омерзительный настолько тошнотворный правда это не какая-то знаете это не самовнушение было потому что да иногда бывает что вот с пирамидами такая история что мы читаем в пирамиде что-то заявленное и слышим а его-то может и не быть это знаете как я видела у одной блогерши обзор на закос подлови эбель от новой зари я не помню как она называется и она значит сравнивала оригинал с новой зарей и зачитывала пирамиду и такая да да здесь вот это вот чувствуется вот это вот то-то вот то-то все-то пятое десятое а потом оказалось ну и говорит у них они Вот здесь вот то заявленное, вот я вот это чувствую, ну, значит, короче, просто вот она зачитала пирамиду и описала просто пирамиду. Просто вот она перечислила все это и потом уже более подробно про это рассказала. Вот, как-то, ну, самое интересное было в том, что в комментариях ей указали, что это какая-то другая версия Новой Зари, то есть там этих закосов под Лави Эбель несколько и у них разные пирамиды. И она, значит, зачитала пирамиду другой версии Новозаревской, которая отличается от того непосредственно аромата, который она показывала. То есть она просто зачитала пирамиду, сама себе внушила, что там вот оно есть, и она такая, да, я все это вот так вот. А оказалось, что там все по-другому абсолютно, ну, не абсолютно, не на 100%, но по-другому, другое там аромат. Поняли, да? Вот, и так же бывает, да, то есть, допустим, там есть предубеждение против там бюджетной парфюмерии, что она плохая, что она некачественная. И вот якобы там, вот я слышу эту ужасную дешевую базу. Кстати, насчет предубеждений и дешевых баз в бюджетной парфюмерии, я вас еще раз отправляю посмотреть видео слепых затестов «Новая заря против люкса», где неискушенный в парфюмерии человек пытается угадать, вычислить новую зарю. Очень интересно, я надеюсь, что очень интересно. Мне было очень интересно. Так вот, в принципе, это нормально, да, когда, то есть, конформизм – это та характеристика, это, в принципе, качество, которое выработалось в человеке, и не только в человеке, и вообще во всех биологических видах, можно сказать, на свете, да, в природе, как эволюционный механизм сохранения вида. Это нормально, в этом нет ничего плохого. Очень небольшой процент всегда способен, как бы, не то, чтобы идти против общества, но мыслить как-то более самостоятельно. Опять-таки, это очень энергозатратный процесс. И, во-вторых, просто вот представьте, процессы наши, наши механизмы эволюционные, психика наша, все это формировалось, там, в каменном веке еще, и вот выживание индивида в том же условном каменном веке было возможно только при условии существования в социуме, да, в какой-то социальной группе. Это могло быть премия, община, неважно. И если человек был, как бы, одиночкой, то все, для него гарантирована смерть. Поэтому конформизм – это эволюционный механизм, который у нас заложен у всех видов биологических практически на Земле почти. А у человека так точно, потому что человек – существо биосоциальное, он зашит у нас. Это просто механизм выживания. Это такой же механизм выживания, как потребление пищи и воды для поддержания жизнеспособности организма. Вот. И ужасно не то, что люди, как бы, комфортные, а в том, что иногда бывает такая система, в которой все устроено не для человека, вот, в которой, в общем-то, если человек себя ведет комфортно, то это не очень хорошо для него, к сожалению. Ну, вот. То есть, не бывает плохих людей, за исключением отдельных случаев. Бывают плохие системы, в которых общественные и культурные. Муд, культуролог, социолог. Муд включился. Извините, я отвлеклась. Так вот, это не было самовнушением, да? То есть, у меня было абсолютно чистое сознание. Я с чистым сознанием подходила к этому аромату, к этой подделке, которую мне подарили. И, в общем-то, у меня не было каких-то прям... Так, запись остановилась. В общем-то, у меня не было таких сильных, больших предубеждений против того пробника, который мне подарили. Я подумала, что я его попробую, но это действительно было очень плохо. Это было настолько плохо, что он меня отвратил вообще от моего любимого аромата на долгие-долгие годы. Причем, он не только меня отвратил от аромата конкретного на долгие годы, а вообще от парфюмерии в целом. То есть, вообще от использования, то есть, я с 2015 года по конец 2019, почти 20-й, то есть, это почти 5 лет. Проправьте меня, если ошибаюсь, потому что я гуманитарин. А я вообще не пользовалась ничем. Просто я не могла. У меня была какая-то парфюмерная психотравма. В общем-то, это было просто ужасно. И не покупайте подделки. Правда, у меня нет такого. Ничего не разливают из одной бочки. Да, есть там сколько-то, 4 или 6 парфюмерных заводов, но никто не работает, ни по какой лицензии, никто не разливает. Это Шанели и что-нибудь еще в Шайке, никто этого не делает, то есть, не надо. Да, вот. Получше взять бюджетный какой-то аналог, закос в стиле чего-то, но точно не подделку, точно не разливаю, номерную вот эту ужасную вещь. Бюджетных ароматов, тем более вдохновленных какими-то оригинальными такими нашумевшими хитами и люксовыми нишами, довольно много, и они, в принципе, неплохими бывают. Вот. Но эта история, в общем-то, меня на собственном опыте научила, во-первых, чему она меня научила? Ну, в общем-то, скорее она подтвердила мои предыдущие догадки, а во-вторых, что, естественно, они там боржи подделками, конечно, никакие, они там не отсасывают. Вот, в ночи. Блин, это звучит ужасно просто. Естественно, они не откачивают никакую жидкость там в ночи, в ночные смены, вот. Это просто миф, и этот миф, он кому, в общем-то, вот на моем личном опыте, да, он выгоден не покупателю, этот миф выгоден барыгам вот этими подделками. То есть, да, они его, может быть, и сами создали, может, не сами создали, они его поддерживают. И ему он выгоден, нет никаких подделок в ритуалях, я думаю, что каждый вообще блогер и его бабушка сказали о том, что нет никаких подделок. Я присоединяюсь просто к этому, у меня есть личная история, личный опыт, связанный с вот этим вот мифом. И, в общем-то, да, через какое-то время, через долгих почти пять лет я вернулась снова к миру ароматов, к парфюмерии. Я рада, что так вышло, вот. Но, конечно, психотравма моя была сильна. Не знаю, какой вывод из этого сделать. В общем-то, вывод повышать свою грамотность и парфюмерную, если вам интересна эта сфера, и вообще любую. Всегда хорошо повышать свой уровень грамотности, свой уровень экспертности в любом вопросе. Главное, а самое главное, это грамотно подходить к выбору источников информации во всех сферах жизни. Медицина, образование, все что угодно. Парфюмерия, косметология. Всегда-всегда проверяйте источники информации, чтобы не быть обманутыми. Ну, и на этом у меня все. Я надеюсь, что вам понравилось это видео, немножечко развлекло. Может быть, вы захотите, захотите, может быть, вы поделитесь, захотите поделиться какими-то своими историями парфюмерными, тоже на какую-то такую тему про ваши ароматные я, про парфюмы, которыми вы пользовались годами, или какой-то парфюм, который у вас был в какой-то период жизни один-единственный. Может быть, у вас тоже была какая-то парфюмерная психотравма, или истории, связанные с покупкой подделок, или вы, может быть, тоже встречались напрямую с кем-то таким, типа, друга Юры. Вот, напишите про парфюмерные мифы, которые вас раздражают, или с которыми вас сталкивала реальность, или в которые, может быть, вы верите до сих пор. Такое тоже бывает, в общем-то, что-то называют парфюмерным мифом, а психика отказывается признавать, что это миф. Вот, ну и надеюсь, вам было интересно и приятно, я уже повторяюсь. Всем хорошего настроения, всем добра, любви, мира и красоты. Потому что красота прекрасная – это одна из важнейших категорий в человеческой культуре. Это то, что сподвигало людей даже в каменном веке перебираться с одного ландшафта, с одной местности на другую просто, потому что она прикольная и красивая. Хотя могла быть не очень удобной для жизни, но она красивая, и поэтому хочется туда. А новое – это всегда развитие, это всегда развитие мышления, новых навыков и так далее, тому подобное. Это всегда прогресс. В античном мире прекрасная вообще была всегда одной из краеугольных категорий философии, в мифологии, в общем-то и так далее. По всем эпохам проходиться уж не буду. Ищите прекрасное, умейте искать прекрасное вокруг себя, потому что умение мыслить – это способность отделить и различить прекрасное и уродливое, доброе и злое. Я надеюсь, что в вашей жизни хотя бы на этот вечер было что-то доброе и прекрасное. Спасибо всем за внимание и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы вы знали, я сажусь записывать это видео третий раз. Просто третий раз. Постоянно кто-то меня отвлекает. Это ужасно просто. Ну что такое, пес? Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы вы знали, я сажусь записывать это видео хава. Я сажусь записывать это видео четвертый раз. Четвертый раз. Четвертый раз. Просто ужасно. Пес. Нет, нос. Я тебя люблю больше всех. Тебя я больше всех люблю. Разве ты можешь сомневаться в этом? Хава, разве есть какие-то сомнения? Вот когда-нибудь были? Были разве сомнения, что я люблю тебя больше всех? Я думаю, никогда не было. Че ты сразу морчишь-то? Я с тобой. Вот. Че-че-че. Че-че-че. Это носочек. Там микрофон на самом деле. Тебе открыть дверь? Че ты хочешь? Хава. Че ты хочешь? Тебе дверь открыть? Че ты хочешь? Хава. Я занята. Все. Я занята, малышка. Это просто трэш. Я не знаю. Что мне делать с этой бедой? У меня на свете было все да не то. Ну ладно. Я ужасно не пиес. Че-че не пиес? Че я должна еще сделать, Хава? Чтоб ты была довольна. Писька. Че мне еще сделать? Все. Я тебе все дала. По жизни. О. Ложись. Записываю. Ха-ха-ха. Нет. Все. Все. Я занята. Я занята. Нет. Прыгай давай. Идем. Все. Сиди со мной и отдыхай. Ложись, отдыхай. Вот. Молодец. Вот ты моя девочка, вот ты моя радость. Мишечка. Красавище. Пусечка моя пупса. Так. На чем я становилась? Ты же расчесала, что ли, второе ухо себе? Расчесала тут? Красненькое какое-то ушко. Ложись. Ложись. Отдыхай. Отдыхай. Вот моя девочка. Моя радость. Моя умница. Вот ты. Муа моя красавица. Все. Моя умница. Моя умница. Моя умница. Моя умница. Моя умница.